Привет, я еще это Барнфайндерс, и ты находишься в моем трактор-салоне по продаже, собственно, тракторов. Пожалуйста, выбирай любой, первый или второй, оба красные, с большими колесами сзади, с маленькими впереди, короче. Все будет кошерно, едешь в любое дерьмецо и выйдешь оттуда же без проблем. Так, о чем это? Короче, мы возвращаемся. Возвращаемся к чему? К нашему компьютеру, чтобы захватить весь мусор мира. Давай посмотрим, что у нас тут есть по почте, мы уже читали ее в прошлый раз, это пишет нам Стив Грей, это инопланетянин, да, я переписываюсь уже с инопланетянами. Более того, мы уже слетали с тобой на Луну, и теперь нас просят найти плазменный галактический резак. А нет, не галактический, просто плазменный резак. Так что погнали, он где-то у нас вот тут, в дровянном амбаре, придется его выкупить и потратить 9 канистр бензина за 450 баксов. Ладно, что ж, помчали. А вот, собственно, и дровяной амбар. Там наш плакат висит, точнее, плакат с дядь Билли. Здорово, а ты тут что трясешься? Он, походу, по телефону разговаривает, но он не вдуплил, что у него нет телефона в руке. Посмотрим, что мы тут имеем вокруг. Ну, во-первых, давай цепку реныша нашего возьмем. Попробуем поискать тут что-нибудь. Холодный. Нету здесь ничего. В общем, мы на этой территории, везде вот эти табличечки присутствуют. Тут написано, что тут есть присутствие инопланетян. И лучше держаться подальше от этой территории. Мы эти таблички, конечно же, свистим, чтобы никто об этом не знал. Инопланетяне это наши друзья. Кстати, многие в комментариях писали, что вот, я думал, что ты станешь мусорным бароном, поднимешься, разбогатеешь, купишь себе другой магазинчик, а тут такая развязка с инопланетянами. Ну, что поделать, я же не разработчик, правильно? Такая задумка. Я тоже думал о своем богатом будущем, но в итоге у меня будущее с инопланетянами. Вроде бы все таблички снял, бутылки подобрал, территорию очистил. Можно и на аукцион зайти. Итак, трем ладошечки. Конечно же, выбираем тактику, ничего не делаем. Ждем, когда время подойдет к самому концу, и тогда мы вкидываем баблишки. Последние минуты, последние секунды я сейчас вкину 500 долларов. Ставочка сейчас 10500, я вкидываю еще 500, получается 11. И я забираю этот ангар за 11, да? Отлично! Да, ровно 11 тысяч я отдал за этот ангар. О, еее! Еще табличка, я же вроде все снимал. Надо посмотреть, никто ли тут табличек больше не налепил. Все, пошли внутрь. Топорик убираем на всякий случай. Вдруг инопланетянин вылезет. Боюсь его зарубить случайно. Ящик убираем, дверки можем открыть, да? Ну, замечательно. И вот тут, соответственно, тоже можем открыть. А нет, кто-то блокирует дверь. А что? Тут ничего нету. И сзади тоже ничего нету. Ох ты, нифига себе, какая тут у нас это... Теляга. Здоровенная. Хорошо. Ломать я здесь, наверное, ничего не буду. Просто пособираю ценный мусор. Предметы, которые найду. Мало ли, вдруг тут инопланетяне живут. И этот бардак, это и для них норма. А я тут все сломаю, все уберу. Для них чистота, это просто будет кошмар. Я, кстати, слышу туалетную бумагу золотую где-то. Наверху, наверное. Давай поднимемся. Но тут-то по-любому сломать придется. Ладно, вот эти штуки соберем. Ох ты, а тут телек был спрятан. Забираем. И больше ничего. Да, ничего. Можно спуститься сюда. Вот это тут насыпано, так насыпано. А инопланетяне-то прилетят, нет? А, они же тогда тарелку свою бомбанули. Они самогона опились и, короче, упали. Врезали в землю. Что-то тут есть. Что-то тут. Ага, узор на стену. Шикарно. Это тоже все подберем на всякий пожарный. А за контейнерами у нас есть участочек, который можно покопать. И тут ваза. На улице чисто. Возвращаемся внутрь. Откроем эти дверцы. О, плакат. Смотри, какой плакат. Можно снять? Конечно, можно. Блин, там какая-то интересная история была на этой газете. Надо было почитать. Ну, фиг с ней. О, туалетная бумажка снова. Где-то здесь. Походу, нам сюда. Замудренный какой-то замок. Оказывается, он открывается вот таким вот макаром. Вперед, назад, вперед. И открыть. Та-дам. Еще одна газета. Что тут написано? Американские новости. Семейные традиции и барбекю. Инопланетяне сделали это. Претензии Дюка Такера. И он тут тоже болтает по телефону, но телефона у него, естественно, в руках нету. Понятно. Дюк Такер был клеймен инопланетянами, и поэтому у него поехала кукуха. Давай-ка пошаримся вот в этих ящичках. Уверен, тут что-нибудь да найдется ценное. Какие-то... О, калькулятор. Это же ценное, правильно. Подсвечники тоже ценные. Тут у нас куча всякого барахла. Здорово, мужик. Не знаю, кто ты. О, кассовый аппарат. То, что нужно в мой магазин. Старый, древний кассовый аппарат. Внизу есть что? Нет. Только мой пердеж. Вроде бы тут все. Но где же туалетная золотая бумага наверху, нет? Кстати, вот еще одна газетка, смотри. Дюк Такер приостановил работу лесопилок. Ну, очевидно же, потому что инопланетяне прилетели, он поехал кукухой, и весь бизнес полетел в тарт-тарары. Так, что еще мы тут упустили? А, где наша курица? Есть что тут? Холодно, тут ничего нет. За исключением газет каких-то. Забираем. Можно прорубить еще одну дверь. Выход наружу. Тут есть еще одна дверь, но нормальная уже. И газета. Дюк и Билли, то есть наш Билли, дядя Билли. Наш старший дядя. Братья на всю жизнь. Ага. Ну, мы же знаем с тобой и помним, что Билли... Нет ключей. Дверь закрыта. Короче, Такер и Билли что-то в последнее время не очень ладят, потому что наш дядька вроде как мутил с его мамкой по сюжету. И вроде там какие-то терки получились. Вай-вай-вай, ты посмотри наверх. Вон она туалетная бумага, как туда попасть. Все, кажется, я въехал. Сейчас достанем ее. В Айшпе Блюхку. Пополним коллекцию своих золотых бумаженцы, если получится. Короче, надо залезть вот на эти балки. Ну, как это сделать грамотно? Вот сюда. Теперь... Да хватит передеть. Теперь сюда. Потом вот... Ага, не допрыгнул. Со второй попыточки получится по-любому. Опа, видал? Вот и все. Все, мы достали золотую бумажку. Но ключик до сих пор не нашли. Ну и где этот ключ может быть спрятан? Как не в кабинете. Я чего-то упустил, значит. Где-то должен быть ключик. Куда ж он его мог спрятать? Тьфу ты, ну ты, блин. Вот они ключи лежат. Прямо перед глазами были. Из-за веревки, короче, что-то там смешалось у меня в голове. В общем, открываем дверь. А тут у нас ценный мусор и груда обычного мусора. А нет, смотри-ка. Тут у нас погреб, походу. Ну, точнее, подвал. Сейчас залезем. А тут где-нибудь привязанный инопланетянин. Ну, почти, почти. Здорово. Он уже не боится меня? А, это Стив Грей. Подай эту бутылку нашему предводителю Бобби. Ну, хорошо, подам. Можно ее взять-то? Я ее даже не вижу. Ох ты, не филе себе. Я телепортнулся. Инопланетянин. Добро пожаловать, охотник за старьем. Наш предводитель ожидает тебя. Смотри. Голографическая курица. Йок-макарек. Зеленый суп из инопланетянина. Бутылочки. Картоночки. Давай поднимем здесь. Порядок наведем. Хотя, да ну нафиг. В шкафах есть что-нибудь? Саблю. Сейчас, короче, тут мы все обыщем. И пойдем к предводителю. А, вот ты где сидишь. Здорово. Я тебя даже не заметил. Очень приятно наконец-то с вами познакомиться. А мне не очень приятно. Обычно вы исчезали все. После того, как пили самогон. Смотри, у них тут самогончик нарисован на экранчик. Голограммы кого? Моих друганов. Тут все есть. Вот, дядь Билли, смотри. И он не подсвечен красным. А тут все наши амбары. За нами следили. Я знал это. Но тут вроде бы все. Пойдем к предводителю. Ё-моё. Обалдеть. Что вообще тут происходит? Голова кругом. Очень много мусора. Вон там он что-то штампуется. Какие-то коробки. Смотри. Словно почта. Почта Рахиби. О, тачка моя. Че это она тут делает? Инопланетянин. Мы изучаем Америку уже несколько веков. А, ну конечно. Существует только Америка. Других стран не существует. Ты че скажешь? Кажется, ты пришелся нашему предводителю Бобби по нраву. И веселиться. Ну конечно, у меня же самогон есть. Если бы я пришел с пустыми руками, он бы меня испепелил уже давно. Голограммы непонятных каких-то вещей. Черепок какой-то адский. И посередине голограмма самогона. Красным горит. Ну видимо, этот самогон я сейчас ему отдам. Нашему предводителю. Тьфу, нашему инопланетному предводителю. Где предводитель ваш? Наш галактический самогон украли. Нам нужна новая бутылка. А, вон оно что. Его стырит, оказывается. Нет самогона. Нет вечеринки. Не хочу помирать девственникам. Вот это у них проблемы. Прям людские. Они инопланетные. Дверь закрыта. Что-то блокирует ее. Бобби. Я к тебе с подарочком пришел. Где ты? Сюда можно подняться. Это еще один телепорт или что? А, это я телепортнулся? В пати-зал. Зал для вечеринок. Бобби Грей. Будь другом. Притащи самогон. Тащу, тащу. Смотри, вот они все тут тусуются. Уже еле-еле на ногах стоят. А, Бобби, ты же к нам в магазин заходишь. Значит, ты предводитель, да? Ну, держи. Мы живем ради самогона. Алкаши долбаные. Еще увидимся, дружище. Ну, ладно. Ты самогон-то забрал? Как тебе самогон-то отдать? Короче, он самогон с моих рук не принимает. По всей видимости, его нужно поставить. А, вот смотри, вот сюда его поставить надо. Ставим. Вот как я выгляжу. Я выгляжу, как дядь Билли. Мне дали какие-то путевки куда-то. О, музыка заиграла. Нифига себе, смотри, сколько инопланетян набежало. Инопланетная тусня. А девчонки-то наши земные зажигают, смотри. В голограмме. Так. Давай-ка я сейчас тут все осмотрю, обыщу. Где моя курица? Еее. Курица в тему трясется. Холодно. Тут, походу, ничего нету. Ничего нету. О, вот мой бип-столик. Я, пожалуй, здесь потусю немножечко. Ага. Ух ты, комиксы. Надо, кстати, комиксы почитать полностью. Ладно, все, я натусовался. Пожалуй, я пойду. Давайте, ребят. Гудбай. Вернулся я в какую-то комнату. А-а-а. Тут же этот ресепшенист сидел. Он, конечно же, свалил на вечеринку. А, нет, смотри-ка, не все свалили. Какие-то инопланетяне еще тут тусят. Че скажешь, самогон вернули. Все должно быть классно. Вот отсюда мы и телепортируем предметы в Америку. А, так получается, вот эта труба и поставляет нам хлам. Ну-ка, эта дверка открылась, нет? О, открылась. Аллигатор. Хата аллигатора. Чтоб меня. Ну, кажется, я сюда могу попасть к нему в квартирку. Здорово. О, свиньи. Че расскажешь? Черт. Они по ошибке арестовали моего кузена. Кто? Свиньи арестовали или кто? Бернард. Бернард. Ты меня слышишь? Ты к свиньям обращаешься? Странный какой-то чел. О, рога оленей. Точнее, олень с рогами. Пойдем ниже. Блин, прикольно так шариться по инопланетной базе. Олени. Это просто манекены. Они даже не двигаются. А здесь у нас кто? По-моему, инопланетянин, которого глючит. Или это вообще голограмма? О, смотри, что нашел. Пылесос. Ну, тут вроде бы все осмотрели. Чешем сюда. Инопланетная тарелочка. Может быть, вы мне поменяете мой пикапчик на инопланетную тарелочку, а? Фобраски, я же вам самогончик притащил. Пойдем посмотрим поближе. Хочу на нее взглянуть. Может, я на нее или улететь смогу, или... Смотри, я ее отпарковать к себе могу. И продать. Офигеть. Давай, паркуем. На пикапчик погрузим и привезем к себе в амбар. Это ж надо было вот так, а? Но! Но! Мы забыли с тобой о самом главном. Зачем мы сюда приехали? Плазменный резак. Он нам очень нужен. И пока что мы его не нашли. О, а это что за звездочка? Туалетная бумажка там, что ли? Надо туда подняться. Вот лесенка есть. И тут у нас плазменный резак. Вот он, собственно. Забираем. В общем, у нас тут открылась еще одна дверка. Тут написано EXIT. Пойдем зайдем сюда. Посмотрим, куда нас телепортнет. Ох, нифига себе. Смотри, как коробки разлетались. Прикольно. Все с неба нафиг бомбанулось. Подожди. Мы же не все еще нашли. Можно мне вернуться обратно? Телепортнуться? Я думаю, что можно. Сейчас буду все обыскивать при помощи своей курицы. О, теплый. Что-то здесь, где-то здесь. Нифига себе, что упустил. Это топорик. Достаём снова курицу. Пошли дальше. Холодно. О, горячо. Где-то вот тут что-то есть. Гитара. Забираем. Где-то возле инопланетной тарелки что-то есть. А, вот, смотри. Это что такое? Амортизатор. Забираем. Ну, в общем, как выяснилось, на базе инопланетян мы нашли все. Что-то еще вот тут вот есть. О, картина. Прям возле тачки лежала. Что еще есть? Холодно. Все, область закончена. Все, что можно было, нашли. Но, к сожалению, все-таки не все. Возвращаемся домой. Грузим инопланетную тарелку. Главное, чтобы полицай нас не тормознули на дороге. Короче, не нашли мы еще два предмета и два коллекционных предмета. Все, мы дома. Выгружаемся и идем спать. Вторник, 7 утра. Пойдем отправим Гэри плазменный резак. Ой, не Гэри, а Грею. Его Стив Грей же зовут. Отправляем. За 1000 баксов. Что бы нет. Новое письмо какое-то пришло. Давай почитаем. Торги Орел и Кузен Кевин. Давай почитаем, что Кузен нам написал. Здорово, братка. Тут такое дело. Очень хочу, чтобы Пухлозадик составил тебе компанию. В последний раз я видел его у амбара Наклза. Увидимся на следующее Рождество. А Пухлезадик это вот такая вот собачка. Ясно, принимаем заказ. И что у нас в торгах? Будьте готовы к сезону ультимативных мероприятий. Орел! Вы готовы, охотники, за старьем? Надеемся, что да. Амбарный центр. И короче, можно на торги сгонять, а можно в амбар Наклза сгонять. Думаю, что мы это сделаем в следующей серии. А пока мне нужно продать все, что мы натырили на базе инопланетян. Ух, сколько она тут места-то занимает. Да еще и вместе с трактором стоит. Надо бы ее продать побыстрее, потому что пока не исчезла. Ну а пока народ подтягивается, предлагаю отмыть кассовый аппарат и телевизор. Где там грязь-ка-то у нас? О, кто-то в магазин пришел. Черт возьми. Не успел отмыть кассовый аппарат. Сейчас, побыстренькому. Все, кассовый аппарат отмыт. Я еще, наверное, успею кому-нибудь что-нибудь продать. Опа, воришка. Получай по яйкам. Этому чуваку просто продаем. Даже наценивать ничего не буду. У меня денег... А денег у меня фигово мало. Походу, надо будет наценивать. Так, есть у меня еще... Вонючий телек, который тоже нужно отмыть. Вон, смотри, какой грязнючий. Да что ж такое-то. Аж все с рук валится, когда этот звоночек звенит. О, смотри. Телек был черным, а теперь он стал каким-то желтым. Нифига себе, насколько он грязный был. Еще и экран какой-то красный, розовый. Что, я вроде бы все отмыл. Он чистый. Ага, убираем. Че тут кто хочет купить? Саблю хочешь купить? Зачем она тебе? Ты же ее даже в руках не удержишь. О, о, о. Большой братка хочет купить инопланетную тарелку. Здорово. Давай, поторгуемся, за сколько ее возьмешь. И... Вот так вот. Плюс 200 дал. А может быть еще накинешь? Давай, плюс 200. Плюс 500! Вот это навар. За 2700 улетает инопланетная тарелка. Конечно, это... Очень дешево для нее. Такие технологии все-таки. Ну, что поделать. За 2700 ушла. Ну, что ж. Я думаю, что на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк. Подписаться на канал. А я с тобой прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...